Развитие генетики как науки, постоянное накопление генетических знаний, решение реальных потенциальных сфер использования генетических знаний, актуализируют вопрос о создании генетического паспорта. Сам термин «генетический паспорт человека» воспринимается неоднозначно специалистами. Некоторые коллеги указывают на то, что сам термин «паспорт» подразумевает обязательность. Но когда мы говорим о генетическом паспорте, согласно золотому стандарту биоэтики подразумевается, что человек дает добровольное информированное согласие на получение у него генетического материала и его обработку. Добровольное согласие означает, что человек передает свой биологический материал и возможности распоряжения информации, которая из него извлечена, без всякого внешнего принуждения, без давления извне, то есть на основе своего собственного автономного решения. Информированность означает, что перед получением биологического материала гражданину предоставлена вся имеющаяся у специалистов на данный момент во имени информация о том, как будет использоваться его генетический материал. Но даже с понятием добровольности и информированности, если мы говорим о генетическом паспорте, возникают проблемы. Во-первых, не очень понятно, что такое генетический паспорт. По этому поводу нет единого консенсусного мнения среди специалистов. Во-первых, под генетическим паспортом может пониматься та информация, которая извлечена из генетического материала человека после, например, соскобы с внутренней поверхности щеки. Этой информации будет достаточно для того, чтобы определить уникальную генетическую особенность конкретного человека и использовать эти данные для идентификации. Именно поэтому используется термин паспорт. Подобно тому, как документ однозначно определяет принадлежность конкретному человеку того или иного документа, собственности и так далее, так и генетический след, своего рода ДНК-доктилоскопия, позволяет определить человека, если речь идет о необходимости определить, причастен ли конкретный гражданин к преступлению, или определить родство, или, например, идентифицировать останки человека. Стоимость такой процедуры достаточно невысокая. По ценам 2019 года в России эту операцию можно провести примерно за 5-7 тысяч рублей. Но использование этого материала для того, чтобы прогнозировать распространенность тех или иных генетических патологий в масштабе популяции или предсказывать развитие системы здравоохранения. Мало. Поэтому есть второе понимание генетического паспорта. Под генетическим паспортом можно понимать извлечение информации биологической, но тогда уже потребуется кровь или слюна. А самое главное, существенно расширяется объем информации, которая может быть извлечена. Это те же самые индивидуальные маркеры, но кроме них еще можно определить наличие у человека тех или иных генетических патологий, например, конкретных мутаций. Определить даже те патологии, которые имеются на уровне генома, но могут быть манифестированы, проявлены достаточно в заелом возрасте, например, в 40 лет или в старости. Соответственно, такой генетический паспорт имеет в своем применении более расширенные функции. И самое главное, что в нем заинтересован не только сам человек, когда он, например, планирует рождение детей и озабочен вопросами их здоровья, в такой информации заинтересовано и государство, потому что для государства собирание генетических сведений о гражданах в популяционном масштабе становится механизмом для совершенствования системы здравоохранения. Появляется, например, возможность более рационально планировать ресурсы системы здравоохранения, когда понятно, с какой вероятностью, какой процент населения может нуждаться в определенных медикаментах, в медицинской помощи определенного профиля. Эту заинтересованность государства поддерживают еще несколько стейкхолдеров институтов систем, заинтересованных в генетической паспортизации. Например, это агенты системы медицинского страхования или даже работодатели, заинтересованные в оценке состояния здоровья конкретных работников, реальных или потенциальных. Во некоторых странах мира запрещено проводить генетическое тестирование, которое имеет целью определения положительного или отрицательного решения при приеме на работу или в связи с системой медицинского страхования. Некоторые страны, несмотря на зафиксированные противоречия между индивидуальными и коллективными интересами в вопросах генетической паспортизации, уже встали на этот путь. Например, известный проект генетической паспортизации реализован в Эстонии. Такой же масштабный, охватывающий всю популяцию проект, реализован в Исландии. Особенность, если сравнивать проект эстонский и исландский, состоит именно в способе получения генетического материала. Исландия пошла по пути принятия решений о создании популяционных данных о генетике на уровне парламента. Граждане Исландии не давали индивидуальных добровольных информированных согласий. Более того, создание этого популяционного банка хранения генетической информации и усилия по его обработке проводится на советство частых инвесторов, которые получили не только доступ к генетическому материалу целой популяции, но и право на его использование в разных направлениях, как научных, так и прикладных. Поэтому для каждой конкретной страны, которая встает на путь к генетической паспортизации своих граждан, возникает в первую очередь вопрос о том, что будет подразумеваться под генетическим паспортом, и как конкретно будут разрешаться возможные противоречия и проблемы между индивидуальными интересами гражданина и общественными возможными направлениями использования генетических данных. Поведу несколько примеров таких проблем. Как я уже сказала, достаточно проблемным является получение информированного согласия от гражданина, который передает свой генетический материал здесь и сейчас. Но использоваться информация об этом генетическом материале будет завтра, возможно, послезавтра. Например, наука заинтересована в том, чтобы обрабатывать информацию о геномах по разным параметрам. Ведь наука не стоит на месте и, может быть, в будущем выявлена связь между генетическими особенностями и теми или иными соматическими заболеваниями, которые, конечно, имеют биологическую основу, но в зависимости от сайды особенности питания, образа жизни по-разному проявляются, по-разному манифестируются. Возможно, сейчас эти закономерности не открыты. Но какие будут определены в будущем, спросить у человека о возможности использования его материала для будущих исследований подчас нет возможности, потому что сама наука еще не сформулировала те научные задачи, для решения которых мог бы помочь генетический материал конкретных граждан. То есть заинтересована в массовости данных, но за каждым персональным генетическим паспортом стоит оишение конкретного человека. Более того, если мы говорим о генетике, то данное конкретным человеком согласия ведет к получению информации, значимой не только для него самого, а, например, для его генетических родственников. И возникают проблемы, которые обязательно требуют решения. В правиле, например, человек, получив информацию о наличии у него генетических патологий, требовать сокрытия этой информации или, наоборот, ее раскрытия для кровных родственников, которые, скажем, не дали согласия на индивидуальный забор генетического материала и, соответственно, его обработку. Вот особенность генетических знаний состоит как раз в том, что, с одной стороны, это фрагмент человеческой телесности, принадлежащей ему без сомнения. Но, с другой стороны, это то, к чему имеет отношение весь кровный род человека. Поэтому появляется идея вынести регулирование обращения с генетическими данными в отдельный либо законодательный пул регулирующих принципов, либо специально разрабатывать биоэтическое регулирование работы с генетическим материалом. Еще одна проблема, очень важная, которую необходимо решать при создании генетических паспортов, это проблема охраны генетической информации от несанкционированного доступа до этих лиц. Например, в Российской Федерации по действующему законодательству генетическая информация относится к персональным данным человека. С одной стороны, это государственные гарантии доступа к этой информации через определенные процедуры, но, с другой стороны, это некоторые бюрократические препятствия для того, чтобы сайди ученых, сайди научных коллективов и институций был бы свободный обмен информации. Еще раз повторю, наука заинтересована в масштабных популяционных данных и без того, чтобы большие группы людей дали добровольно информированное согласие, будет очень трудно выявить популяционные закономерности и обеспечить выполнение того функционала, ради которого создается генетический паспорт. В этой сфере, в сфере правового регулирования доступа к генетической информации, еще есть лакуны, которые должны обсуждаться. Это одно из будущих превращений правового знания, механизмы обращения с генетическим материалом. В качестве еще одной проблемы, связанной с развитием генетических паспортов и генетической паспортизации, следует, конечно, обозначить такую тенденцию, которая называется генетизация, как частное проявление медикализации общества, когда многие проблемы начинают связывать с развитием генетических знаний. Надо очень четко зафиксировать, что генетический паспорт не позволяет говорить о прогнозе успешности, интеллектуальности человека, спортивных достижений, музыкальных особенностей проявления себя в сфере творчества. С генетическим паспортом не стоит связывать надежды на прогноз так называемых количественных поведенческих признаков человека, которые в значительной степени зависят не только от генов, но и от сайды. Но в связи с недостаточно высоким уровнем генетических знаний, в связи с отсутствием достаточного количества специалистов для интерпретации конкретных генетических знаний, есть опасность стигматизации отдельных членов общества по генетическим маркерам, есть опасность перекладывания на генетический паспорт тех прогнозных функций, которые он на данном этапе развития науки решить не может. Поэтому генетическая паспортизация нуждается не только в объединении усилий специалистов самых разных направлений, не только в формировании определенного общественного отношения к возможностям использования генетического материала. Генетическая паспортизация определяет некоторый образ будущего, как люди видят перспективы улучшения себя, допускает ли общество мысль о том, что генетический уровень человека может стать объектом манипулирования, а не только изучения. Поэтому генетическая паспортизация сегодня — это одна из тем, которые на теоретическом и прикладном уровне фактически бросают вызов всему комплексу социогуманитарных наук и наук естественных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова